Количество звуков бесконечно, однако люди способны слышать лишь 16 октав, плюс-минус в зависимости от возраста и прочих факторов, где самый высокий звук ми седьмой октавы, а самый низкий до субконтрактавы. И если с обозначением высоких звуков все понятно, просто увеличивается порядковый номер, то вот с более низкими возникает вопрос, а что же там дальше? В научной системе октава обозначается порядковым номером, где ноль субконтрактава. Поэтому можно заключить, что более низкие звуки будут обозначаться отрицательными знаками. Или, если равняться под нотацию Гельмгольца, то обозначалась бы она нижним индексом 3. К слову, именно из-за неприменяемости звуков ниже субконтрактавы названий у них нет совсем. Все потому, что настолько низкие звуки мы просто перестаем различать. По этой причине на инструментах по типу фортепиано, самая низкая нота даже не до субконтрактавы, а ля. И лишь в некоторых исключениях можно встретить фа. Дело в том, что звук это колебание волны, измеряемое в герцах. То есть число колебаний за одну секунду. И если, например, нота ля первой октавы имеет частоту в 440 герцах, то нота ля субконтрактавы имеет всего 27,5 герц. То есть струна на фортепиано сделала бы всего лишь 27 колебаний за секунду. Такие частоты более-менее слышны человеку, стоящему рядом с музыкальным инструментом. Но читаемость этих звуков тем сильнее падает, чем человек находится дальше. Именно поэтому ноты ниже ля субконтрактавы не учитывают. Однако это не значит, что их нет. Пределом, как и в любой другой октаве, служит нота до, имеющую частоту колебаний 16,352 герца. Однако и это еще не предел. Сама по себе нота является не чистым звуком, а совокупностью основного и сопутствующих, которые, в свою очередь, звучат одновременно с основным, но тише, образуя общий тембр. Такие сопутствующие ноты называют абертонами, либо гармониками. На спектограмме можно увидеть, что помимо основного тона присутствуют те самые гармоники. Чем больше гармоник, тем более богато звучит нота. Именно по этой причине музыканты и предпочитают инструменты из качественных сортов древесины. А теперь вернемся к звукам ниже субконтрактавы. Если основная нота становится неразличимой для слуха, это не значит, что и абертона будут непонятны. Напротив, именно абертона не позволяют плохо читаемой ноте превратиться в непонятную кашу. А теперь пришло время погрузиться в бездну неописуемых звуков нижних миров. Берем во внимание то, что лишь качественные динамики с хорошей звукопередачей могут худо-бедно передать те частоты, с которыми я сейчас тебя познакомлю. И это даже к лучшему. А почему, тебе станет понятно в конце видео. Но не стоит огорчаться. Это вовсе не значит, что не получится ощутить силу темной магии звуков ниже субконтрактавы. Применимы ли такие звуки в музыке? Почему бы и нет? Конечно, если твои слушатели способны воспринимать инфразвук. И да, инфразвук способен повреждать нервную систему, приводить к тошноте, паническим атакам, головным болям. Такой эффект называется морской болезнью. Вот именно по этой причине тот факт, что динамик твоего телефона и компьютера не может воспроизводить такие низкие частоты, является весьма приятным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...